Здравствуйте! Вы смотрите «Вести» Кабардино-Балкария в студии Натальи Юсупова и в нашем выпуске. Чтобы помнили, в Золокука уже открыли мемориальную доску в честь погибшего героя. Армейский сезон. Назначили меня на спецназ. Призывные пункты республики принимают новобранцев. То в жар, то в холод. Как долго продержится апрельская непогода. Золок Акажа сегодня открыли памятную доску в честь Алима Ворокова. Он погиб в Нальчике от рук бандитов в июне 2012-го. Старшего следователя по особо важным делам нашли мертвым в собственном автомобиле. В том же году Алим Вороков был награжден орденом мужества посмертно. Родные, коллеги и местные жители собрались сегодня, чтобы вспомнить героя. Школьники возложили цветы к мемориальной доске и прочитали стихи. Жизнь лейтенанта юстиции оборвалась, когда ему исполнилось 30. В следственный комитет он пришел в 2010-м. Через два года был назначен старшим следователем. Занимался разбирательством резонансных дел, в том числе убийств правоохранителей. Когда в нашем управлении был создан специализированный следственный отдел по расследованию преступлений, которые связаны с посекательствами на жизнь сотрудников органов правоохраны, Алим был переведен в этот специализированный следственный отдел. И в течение всего того времени, что он работал, он показал себя как большой профессионал. Доска установлена на школьной стене памяти. В скорбном списке бывших выпускников, погибших сотрудников – это уже четвертая фамилия. К другим темам. В России стартовала весенняя призывная кампания. Как отмечают в Минобороны, со всей страны в армию пойдут 154 тысячи человек. Этой весной квота для Кабардино-Балкарии составляет около 400 новобранцев на призывных пунктах. В Прохладненском районе побывал наш спецкор Сафар Гиреев. Призывник Павленко Артем на заседание призывной комиссии прибыл. Эти молодые люди настроены серьезно. Служить хотят, трудности не пугают. К тому же они знают, тот, кто не прошел армию, не сможет в будущем претендовать на должности государственной, гражданской и муниципальной службы. Такая цель, чтобы отслужить в армии, успешно, хорошо был военный билет, и чтобы строить какие-то новые планы для себя, была перспектива. Хотел бы в эти ВДВ войска, но не прошел по состоянию здоровья. Ну, назначили меня на спецназ. Весенний призыв этого года ознаменован рядом нововведений. И касаются они в первую очередь медицинской части. Ряд заболеваний, которые ранее давали право на освобождение или отсрочку, теперь стали призывными. Отныне в армию берут с острым синтезом мелких костей, с периферической дистрофией сетчатки, а также с плоскостопием и артрозом второй степени. Помимо этого, добавлены анализы. Дополнительно, юношей будут проверять на гепатит В и С. В межрайонном военкомате, который отвечает за призыв в городе Прохладном, Майском и Прохладненском районах, медкомиссию должно пройти порядка 500 человек. Здесь отмечают, традиция отправки новобранцев в казачьи подразделения сохранится. Мы должны отобрать в приоритетные войсковые части, в частности, в 205-ю бригаду в городе Буденовск и в Ставрополь воздушно-десантные войска. Однако, в Минобороны подчеркивают, в ближайшей перспективе количество призывников будет сокращено. На смену придут контрактники. Уже сейчас в российских войсках их 230 тысяч. В республиканском военкомате уточняют, мы вынуждены направлять на срочную службу лишь юношей, имеющих высшее образование или закончивших учебные заведения ДОСАВ и получивших водительские права категории С. В новом призыве сохранятся и обещанные отсрочки. Они по-прежнему положены студентам, причем даже тем, кто оканчивает вуз в этом году. Однако, с началом осеннего призыва отсрочка для них закончится. Не попадут весной в армию и не пропускайте школ. Сафар Гиреев, Анатолий Гереко. Вести Кабардино-Балкария. Не платишь за услуги ЖКХ, готовься погашать долг с процентами. Правительство России одобрило законопроект об увеличении размера пени за просрочку платежей в коммунальной сфере, сообщает сегодня российская газета. В течение двух недель документ поступит на рассмотрение Госдумы. Размер неустойки рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования Центробанка. В переводе на выплаты это более 17% годовых. Также законопроект предполагает упрощенный порядок взыскания долгов и запрет на регистрацию сделок с недвижимостью в случае просрочки. Кроме того, правительственный акт даст возможность отключать потребителю любую услугу в случае задолженности за ЖКУ. Если же собственник не использует индивидуальные приборы учета, со следующего года он станет платить больше. Коэффициенты будут ежеквартально повышаться до 20% по отношению к текущим нормативам. 20 игровых автоматов, 6 покерных столов, а также компьютерное оборудование обнаружены и изъяты в Нальчике. Сотрудники УБЭП пресекли деятельность очередного подпольного клуба, где торговали азартом, сообщили сегодня в пресс-службе МВД по КБР. Организатор нелегального бизнеса, 38-летний житель столицы республики, привлечен к административной ответственности. Всего с 24 марта оперативниками закрыто 21 горное заведение, подсчитали в ведомстве. Изъяты 50 игровых автоматов, 80 системных блоков и 77 мониторов, используемых в качестве одноруких бандитов. Паркуюсь где хочу. Молодежные активисты сегодня вышли на борьбу с нарушителями ПДД. С начала года госавтоинспекция зарегистрировала в Нальчике около 200 нарушений правил парковки. Наиболее проблемными остаются улицы Пушкина, Кишокова, Горького и проспект Ленина. За первые полчаса акции листовки с призывом правильно размещать свой автомобиль оказались на нескольких десятках автомобилей. Одни водители восприняли это адекватно, другие пожелания попросту проигнорировали. Сегодняшняя акция – это всего лишь старт. Далее мы будем продолжать акции в других населенных пунктах и будем делать все возможное, прикладывать все усилия, чтобы распространить вот эти правила на более широкую аудиторию. Скоро нерадивые водители могут и вовсе не увидеть свою машину там, где оставили сотрудники ГИБДД. Обещают начать использовать эвакуаторы уже со следующей недели. Ну а для водителей тихоходов за отказ пропускать автомобили Госдума ввела штрафы, сообщает Этартас. Авторы поправок в Кодекс об административных правонарушениях попытались восстановить справедливость. До сих пор в правилах дорожного движения содержалось требование к тихоходам уступать дорогу, но без ответственности. Теперь же водитель транспортного средства, скорость которого менее 30 км в час, обязан пропустить следующую за ним машину. В противном случае нарушителю грозит штраф до 1500 рублей. Правило распространяется на дороге вне населенных пунктов. Продолжаем. Сегодня день единения народов России и Белоруссии. 18 лет назад был подписан договор об образовании сообщества двух стран. Документ придал новый импульс в процессу взаимной интеграции. В Кабардино-Балкарском торгово-технологическом колледже сегодня организовали встречу студентов с руководителем Республиканского общественного движения за единение Сибры Павлом Сидоруком. Он рассказал, что документы о сотрудничестве, подписанные двумя странами, ныне позволяют ездить друг к другу без виз, дают право россиянам учиться в вузах Белоруссии и при желании устроиться там на работу. Сидорук также упомянул о многовековых связях коренных народов Кабардино-Балкарии и белорусов. Студентов показали фильм о культуре, традициях и знаменитых людях дружественного государства. И последнее. Очередная волна холодов накрыла Кабардино-Балкарию. Не успев как следует насладиться весенним солнцем, жители республики вынуждены снова доставать из шкафов зимнюю одежду. Тем временем, метеорологи говорят, снег и мороз на стыке марта и апреля – явление вполне обычное. Впрочем, заверяют, непогода продлится недолго. По прогнозам Республиканского гидрометцентра, в ближайшие два дня ночью ожидаются заморозки до минус пяти. Днем относительно тепло – плюс семь градусов. И уже на выходные снова выглянет солнце. Воздух прогреется до плюс двенадцати. Причина нестабильной погоды – холодные ветра из Арктики. Угроз для овощных посевов нет. Температура почвы выше семи градусов. Этого достаточно, говорят специалисты. Опасности сейчас больше подвержены сады. Холодный воздух может помешать набуханию почек. Более подробнее о том, какой будет погода завтра, расскажет Зухраб Шихачева. У меня же пока вся информация. Вечерний выпуск «Вести» Кабардино-Балкария выйдет в эфир в 19.40. Увидимся. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Под влиянием холодного атмосферного фронта погода в регионе ухудшится. Температура существенно понизится. В Зульском районе осадки похолодают. Здесь минус один, плюс один. В горах снежно, у подножия Альбруса днем до минус пяти, ночью на 10 градусов морознее. В Тернаузе на термометрах минус один, ветрено и пасмурно. В Баксане и Чигеме синоптики обещают высокую влажность и всего два градуса тепла. А вот в Нордкале сухо, плюс четыре. На две отметки выше поднимутся столбики термометров в Прохладинском и Майском районах. Холодный северо-восточный ветер в Тирском и Лескинском охладит воздух до плюс четырех. Небо над Кашхатау все плотнее, затягивают тучи возможной осадки. В Нальчике ветер усилится, а температура упадет до плюс двух. Ожидается небольшой дождь. Таков прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»